Пасхальные торжества прошли в Волгограде, как во всех храмах. В эту священную ночь незадолго до полуночи в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского жители города собрались на богослужение, возглавляемое настоятелем храма священником Олегом Ивашенко. Начало праздника совершалось в малом храме, и у горожан, собравшихся на приходе в предвкушении торжества, была возможность провести ночное обдение в тишине ночи под открытым небом. На улице царило необычайное спокойствие, словно весь мир замер в ожидании торжества. Только размеренные молитвы, совершаемые священнослужителями и пением хора, звучавшие в это мрачное время суток, приближали собравшихся к этому святому празднику. Священнослужители сменяют облачение на красное, и по всему чувствуется, что наступает самый яркий, самый долгожданный торжественный священный праздник в году. Люди обнимаются, поздравляют друг друга, словно одна большая семья, единая духом и верой, единая в радости совершающегося таинства. Большинству прихожан после долгого ночного богослужения причащаются святых христовых тайн, и служба завершается праздничным посланием святейшего патриарха Кирилла. Храм постепенно опустошается, чтобы радость этого дня, эта благая весть, пришла в каждый дом и разошлась по миру. Воистину воскресе Христос! Также в день Пасхи Христовой состоялся особенный крестный ход. Две колонны отправились в пять часов вечера от Святого Духа монастыря и храма всех русских святых к Александроневскому собору. Чтобы прославить святой праздник, собрались прихожане храмов и священнослужители. Участниками стали и семьи с детьми, и молодежь, и пожилые люди. Священники отмечают, что празднества стали самыми многочисленными по количеству пришедших. Процессии встретились на площади павших борцов, где под звон главного колокова собора Александроневского состоялась встреча благодатного огня, сошедшего в Великую Субботу в Иерусалимском храме Гроба Господня. То, что мы в покачении на Песнях Христос получаем благодатный огонь, который привезли к нам в Иерусалиме, является знаком и символ того, что благодать входит в каждый дом, входит в наш город, а вести с ней входит любовь, милость, упраздняется беззаконие, исчезает слома, оборяется в содружество и терпение, ротость и любовь, о которых проведет Христос, которую мы с вами призваны умножать нашим. И желаю всем православным христианам не только устами прохновлять Господа и освещать Господу пасхальным приветствием, но и жизненно быть последователями Иисуса Христа, а значит поступать в своей жизни так, как в нашем месте поступил бы Христос Спаситель.